Друзья, всех приветствую на канале, на связи Дельфи ТВ. Сегодня отработали, в общем, был очень сильный ветер с юго-востока, порой у меня до 16 метров, завтра обещают до 20 метров, вот, и хотелось вам показать народный примет, что обозначает то, что, ну, по рыбацким меркам, вот такой красивый закат розовый, который все любят, означает то, что завтра будет ветер сильный, ну, не знаю, почему, но говорят то, что если видно такой закат, значит, завтра будет сильный ветер, и по новостям показывают, не по новостям, а мы смотрим сайт, он называется РП5, кто смотрит в Яндекс, в Дельфи ТВ, ну, мы РП5 смотрим, в общем, там показывают тоже порывы завтра до 22 метров с юго-востока, вот, на частенье уже кроет зелень, на днях покажу вам, как это выглядит, в общем, снова придется посушить трояки, вот, походят на улицу, чтобы поговорить, пойти, найти связь, так слушаем трояки, вот наш троя, кстати, слушаем так полностью, сегодня просужился вроде, да, полностью, вот разговор о коле, который я говорил, как завязанное, видите, какое расстояние, расстояние с конца до завязки, то есть нужно забить именно вот до суда, вот этого края, не больше, чтоб не зашла вот до суда, вот до суда, так не пойдет, если мягкое дно, повяжите повыше, давайте поговорим о генераторах, мы пользуемся вот такими генераторами, хутор, хантер, как, не знаю, как он называется, 2,5 киловатт, бензиновый, вполне нам хватает, вообще, у других ребят, у других ребят, там стоят поменьше, он уже работает, сейчас будет очень шумно, на видео, но приведу небольшой обзор, как он выглядит, но он небольшой, здесь также, вот видите, можете заметить, рыбаки, суши, трояки, вот здесь можете заметить вода, то есть той стороны вода, с той стороны канал, вот этот вал, на этом все, вот такой вот генератор, вы можете видеть, маленький, много не потребляет, совсем немного, вполне хватает, вот такие запасы бензина еще у рыбаков, видите, сколько бочков бензина приходит покупать, это каждую неделю ведут рыбаки, каждую неделю, здесь вот так вот хранится домашняя еда, ну и это мы привозим еду, и так вот храним на улице, пока прохладно, или другая барка, ну наша организация, другая барка, видите, можете заметить, то, что это все официально зарегистрировано в программном входе, там везде, где надо, номер, все есть, все пробивается, можете сами добить, вот такие, видите, кодельковые у нас четки у рыбаков, ровные, идеальные, не кривые, антенна у нас стоит, смотрим телевизор спокойно, это уже другая организация, у них генератора вообще меньше, сейчас пойду, дойду до них тоже, покажу там какой генератор, он маленький совсем, чем меньше генератора, нам-то надо, чтобы работал телевизор, вот и, ну и вампочки там, парочку, вот собачки здесь ловят, углевые такая, снабедить, боится, вот ребят, здесь Крым, Крым по 25-й, 4-х так, это они вот домой ездят так, чтобы быстрее долететь, они должны быть далеко, если ехать на такой водке, чтобы опираться на 3 часа, а на этом Крыму быстро, удобно, но вовне, конечно, он прыгает так себе, вот в этой организации тоже стоят вот рыбаки, вот и, вы можете заметить, опять же, Хонда, Ямах, вот там тоже Хонда, вот этот рыбак работает один, и вот у него тоже центрально оборудован под жилье, в случае чего, если там плохая погода, или он там потерялся где-то, он может пристать там к камышам, или бросить якорь, забить там арматуру, завязаться, в общем, и лечь и здесь спать спокойно, все оборудовано, все есть, вон, друзья, вот такой генеатор аккуратный, это бронвахта очень большая, то есть она уже, она заводская, у нее тоже есть номер, погран, погран, обход сидела, у них также здесь есть вот запасы, сейчас еще холодно, но до сих пор топим, это секрета, некоторые рыбаки вот так отмечают колы, видите, чтобы потом, ну, понять, где твой, у некоторых проблемы с памятью, со зрительной, а как вы заметили, у нас очень много здесь камышей, колок, вот, и некоторые местности очень схожи и запутаться поначалу, если ты уходишь, там первые года, тяжеловато, а так как отец уже работает 20 с лишним лет, вот, он все эти места знает, все заросшие банщины, все заросшие култыки, которые были, все знает, и, как бы, ему незачем, я тоже потихоньку учусь к этому, все уже знают все такие места, которые нужны, ну, друзья, уже все, солнышко село, рыбаки отдыхают, сейчас еще где-то пару часиков и мы ляжем тоже спать, время где-то 8 часов вечера, и все, отбой, поедим, и путь у нас отбой, вот, опять же, давайте проведем обзор небольшой, вот здесь у нас указаны номера, вот, водки, все, есть, все, в общем, все, что надо, рыбу, которую бросают, называется зизга, вот эта штука называется зизга, но у каждого рыбака есть, вот, видите, в этой водке лежит, у каждого есть обойник для чипчика, у каждого есть обойник такой для кола, чтобы развивать колу, и кому как удобно работает, если вы заметили, у нас улика полностью так сделаны, ну, по всей водке, а у этих ребят по-другому, то есть, кто стоит на шесте, он работает сзади, то есть, с шести сзади, а у меня отец ходит полностью по всем люкам, на нос идет, назад идет, я работаю сзади, а тот, кто водится на этой водке, они водятся вот здесь, в центральном люке, видите, кому как удобно, все по-разному, у кого 9,9, у кого 15, у кого Сузуки 9,9, у кого Honda, в общем, как вот так, вот кто-то использует якорь, можете заметить, видите, у всех свои причуды, но кому как удобно, так и работает. Рыбаки разговаривают по телефону с женами, ищем так связь, все зависит, кстати, связь, все от ветра, если задует северный ветер, то и в Барке есть связь, если дует там все с юга, ветер с востока или запада, то связь как будто, знаете, так, волнами так, пропадает, появляется, пропадает, появляется, вот, но бывает еще так, то что, ну, органы глушат здесь связь, вот, такой тоже бывает, у дядьки вот такой вот ялик, у нас тоже он там есть, я скоро вы увидите, я тоже сниму на этот обзор, и здесь я вам покажу, он такой зеленого цвета, полностью пластик, там люк, вот здесь люк, он, в общем, заказывается, заказывается как хотите, мы сделали вот здесь люк, по центру люк, и вон там люк, у нас двойное дно, а у дяди можешь заметить, укрепленный, видите, вон там бруски такие, есть одинарное дно, но укрепленный, укрепленный дно, вот таким брусками, чтобы не играло, вот, а корму уже он там дальше сам укрепил, там поставил жестянку, резинку, в общем, вот такие вот бортики сделал, под пятнашкой она идет около, около полотенника, ну, вполне себе домой, чтобы едить, удобная вещь, берет около 300, 300 килограммов рыбы, ну, если это надо, но на ней работать нельзя, потому что она не зарегистрирована в билете, то есть на ней номеров нету, вот, работать с рыбой, ну, и перевозить рыбу только можно на той лодке, которая зарегистрирована в лицензии, в билете, вон на той лодке, можете заметить, видите, вон там номер написан, ну, и факт, то, что Россия, Российская Федерация, друзья, те две барки уже завели генераторы, да, а мы не заводим, по той самой причине, потому что у них экономичные генераторы, а у нас, блин, прожорливый, потому что он выдает очень много сил и из бензина очень много, здесь бачок около 10-литровый, а вон у тех, у первого там вообще 3 литра, что ли, 2 литра, у второго где-то 5 литров, здесь 10 литров, но жирает там 2-3 дня, если, допустим, 6 часов включить, там, в 10-11 выключить, там, за 2-3 дня, все, ничего нету, а те, блин, долго работают очень, хоть мало и наливаешь, также вот наша лодка, на ней тоже, видите, номера снизу, флаг и номер, все зарегистрировано, на всех документах все есть, вот, я говорил о люках вам, как водится, мой отец, как работает на шесте, видите, так вот, так вот здесь у нас, но люк открытый, чтобы бросать рыбу было удобно, в общем, он ходит в задней части, по всем этим люкам, на нос может идти, а я работаю на самой задней части, вот, самой задней, вот здесь вот, ну, вы прекрасно знаете, здесь усилено, чтобы тут деревяшка, в общем, чтобы этот не съедало, все это сделано самодельно, набойники, все, в общем, барк у нас выглядит вот так вот, с этой стороны, то есть эта сторона у нас кухня, и вид у нас открывается вот прям на воду, на речку, утром прям красота, вот такие две бочки, по центру, ничего нету, просто бочки, все, вообще-то вот так просто сила, такой мини-обзор, краткий, для вас сделан, а это удар, когда перевозили, блин, барку, когда тащили, видимо, баркас, когда тащил, эту барку, и сделал прорывы, такой вот, косяк, короче, запорол. Наши бензины хранятся вот здесь, водка дядьки, он работает вообще один, полностью один, вообще, вообще прям, от слова один, у него также есть вот набойник, 6, с той стороны, у него на водке закреплено, вон там, если уж заметно, на обойник он, и все, он наносит впереди постоянный бензин, чтобы нос был тяжеловато, а то если без бензина, без полного бака, без груза, водка поднимается так вверх, и работает он, в общем, когда работает на частине, на открытой местности, или когда сильный ветер, работает с оттугами, если кто не знает, напишите в комментариях, а потом покажу вам, что такое оттуга, и как с ней работать, если вы хотите работать один, или хотите поставить на сильное течение, то оттугой натянуть легче, вот, это знаете, как, как пример, как вам объяснить, в один раз поставили его, потом будете приезжать, цеплять бочек, допустим, она поднимается полностью, и опускается, поднимается, опускается, приходит, просто развязываете и все, а потом также веревкой под натяжку завязываете, под бантик, чтобы легко было развязать, вот такие у нас, друзья, дела сейчас обстоят, сегодня у нас на дворе 5 мая, завтра уже 6 с утра будет, 20 мая запрет, вот эти камыши, там, может, если, не знаю, камера передает или нет, там уже лежат трейки, рыбаки уже забирают, потихоньку уменьшают количество секретов, здесь полностью эти камыши будут вот так вот усыпаны, вот так вот, секретами, потому что перед тем, как забрать секрет, его надо просушить, чтобы он было легче в весе, потом загрузить либо водку, либо на барку сверху, вот сюда, и все, также вот, можешь заметить, здесь антенна у нас есть, смотрим телевизор спокойно, ну, как спокойно, тоже зависит от ветра, волны колебаются, нет, нет, вот, друзья, ну что, все, все вроде, все показалось, все объяснил, если что-то опять не объяснил и кому-то было непонятно, пишите ниже в комментариях, вот, что вам интересно, я покажу, объясню, расскажу, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, от этого зависит развитие канала, вот, чем больше будет отзыв и предложение в мой адрес, какой контент снимать, что вам интересно, вот, тому и будет развитие самому канала, и вам будет интересно смотреть, вот, здесь вы можете заметить, тоже у нас на барке есть номер, ну, все, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, у кого может есть какие-то предложения по поводу контента, что снять, что показать, может кому-то приехать в гости и снять что-то, какое-то удивительное место, удивительный способ ловли рыбы, я могу приехать после путины, может, небольшие, далекие города, там, Волгоград, куда там, если когда будет время, можно созвониться, договориться, можно приехать в гости, я все засниму, покажу, ну, все, друзья, всем удачи, всем пока, будьте здоровы, и все на связи.